Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях директор Центра Европейско-Азиатских Исследований Андрей Геннадьевич Русаков. Добрый день, Андрей Геннадьевич! Добрый день! Рады вновь Вас видеть в нашей студии. Очень рады, что сегодня нашли время. Вам спасибо, что пригласили. Стараюсь за правила бывать у Вас, когда нахожусь в Ереване, посетить Вашу студию, пообщаться по актуальным нашим вопросам. Спасибо большое за приглашение. Андрей Геннадьевич, Вы в очередной раз посетили Армению. Давайте начнем о целях Вашего визита. Ну, наш центр, как Вы знаете, достаточно давно работает с Арменией. Он вообще располагается в городе Екатеринбурге. Хотя мы, конечно, работаем, у нас есть эксперты со всей страны, с Российской Федерацией и за рубежом. И мы занимаемся научным и экспертным сопровождением внутриполитических процессов, интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Ну и, соответственно, Армения, как Вы знаете, учитывая, сколько мы с Вами встречались, тоже находится в русле нашего постоянного внимания. Это вопрос российско-армянских отношений, участие России и армяне в интеграционных объединениях, прежде всего и Российский экономический союз и организация договора о коллективной безопасности. Мы с Вами поднимаем важные темы, соответственно, это позволяет нам быть постоянно в теме, различные проблемы мы их ставим. Ну и, разумеется, делаем их публичными, общаемся с политиками и так далее. Вот на сегодняшний момент, да, я также в плановом варианте приехал в Армению, я был в прошлом году. Ну, конечно, ситуация ковида сильно ударила по нашим коммуникациям, как Вы понимаете, да, и определенное количество времени, больше года, практически полтора года, ну, не было никакого общения, экспертного поля. Ну, я надеюсь, что все-таки эти времена в прошлом. — Находясь в Армении, Вы застали шествие одного из движений, которое традиционно выступает с антироссийскими какими-то лозунгами и требованиями. Вот интересен Ваш подход, Ваш взгляд, вот их требования, их обвинения России в том, что Россия себя не проявляет как союзник Армении, в отличие от Турции, которая поддерживает Азербайджан, вот в армяно-азербайджанском конфликте. И они часто заявляют, что Россия как бы избрала роль посредника, а не союзника. Что Вы можете ответить на эти обвинения? — Я, честно говоря, был немного застегнут врасплох, да, вот я сидел с одним из местных коллег-политологов, общался на проспекте Маштоц, в одном из кафе, и вот увидел эту процессию. Я не очень, я не понимаю по-армянски, что они кричат, да, то есть, ну, зрелище такое было интересное, там шло много людей с факелами, там какие-то выкрики, что-то там про Россию я понял, да, вот, там парочка каких-то лозунгов. — И что они дружественные. — Да, что они дружественные, да, что там Россия, там, ну, как бы это было несколько неожиданно. Хотя, конечно, честно скажу, наверное, в России бы такой формат был невозможен, потому что формат факельного шести, он немножко, ну, небезопасен для участников, как я понимаю, да, вот. Потому что вот у нас как-то в этом смысле больше надзора за самим содержанием митинга, чтобы, не дай бог, там кто-то кого-то не стукнул, да, случайно по дороге, вот, что-то они там кричали, да. Вот, ну, и там кто-то вторил. Я не могу сказать, что их было много, но, да, вот что-то такое эти российское, я не понял организаторов, они пошли, так сказать, в сторону, видимо, митинговать дальше, пройдя по улице. — Они пошли в сторону российского посольства. — Мне кажется, что они уже возвращались. — Их маршрут был. — Маршрут был, да, да. — Ну, я могу понять, да, наверное, какое-то количество людей здесь настроено подобным образом. Все-таки мы имеем дело, ну, со стороной, где разные убеждения у людей. Вот, я бы, конечно, был бы далек от таких мыслей, да, о том, что Россия перестала быть союзником Армении, что она заняла стороннюю позицию и тому подобное. Вот, по тем усилиям, да, в конце концов, именно России удалось прекратить тогда этот Нагорно-Карабахский конфликт в вооруженной стадии, да, был подписан обоюдный документ по его замораживанию дальнейшему конфликту, переводу в немножко иное русло. Вот, понятно, что сам он по себе не очень легок, честно скажу. Вот, да, давайте прямо говорить, что вот какого-то поливарианта легкого решения не существует, но Россия не оставляла элементов своего внимания к Армении. Естественно, что сейчас, конечно, если мы возьмем медиаполе российское, то, наверное, в средствах массовой информации больше фигурирует ситуация специальной военной операции России на Украине. Но экспертные центры, в том числе и мы, поднимаем активную тему российско-армянских отношений. Вы знаете, да, действительно, были еще вопросы, связанные с участием и России, и ОДКБ в контексте вот приграничных конфликтов. Я могу сказать, что тему тоже мы обсуждали в России. Здесь, конечно, большая проблема в том, что, и про это президент Российской Федерации так и сказал, нет четкой демаркации границ. Вот это одна из больших проблем, сказать, кто на какой территории стоит и кто куда перешел. Да, действительно, это ведь очень сложно обвинять сторонним странам, которые находятся в определенных отношениях страна Российской Федерации с Азербайджаном. Да, и это фактически тоже дружительная государство. То есть, как бы то ни было Российской Федерации обвинять вот так вот, чтобы они зашли на другую территорию. Это самая большая проблема, кстати. Не делимитация, демаркация границ между Арменией и Азербайджаном. Вот это, она, кстати, была и заложена, эта работа еще по прошлым соглашениям, да, двухлетней давности. Мне кажется, что вот, чтобы вот этот конфликт все-таки не принимал таких форм, надо активизировать эту работу по демаркации и делимитации границ. Вот для этого была предложена российской стороной карта старого генерального штаба Советского Союза, чтобы фактически, ну, хотя бы эта граница была проведена, и тогда будет все ясно. А я честно скажу, что темы того, что вот Россия оставила Армению, не фигурирует, это невозможно. Ну, то есть, такого опасения, что Россия как-то ментально теряет Армению, такого нет. Вы вот общались с экспертами, то есть... Нет, ну, конечно, ожидания, да, давайте ожидания, может быть, ряды людей от России были иными. Но нет в российской политической экспертной дискуссии того, что, ну, Армения какое-то чуждое государство, даже близкое, вы меня извините, да, но есть это везде воспринимается как союзник, и это, честно говоря, ну, все равно, вот, и трагедия Армении, это трагедии, близкие российским людям, российским экспертам. И, ну, у нас нет, и, кстати, наш центр, мы активно работаем над этим, да, мы активно пишем, мой визит сюда показывает, ну, некая неравнодушие к попроек ситуации. В Армении в любом случае. Вот, я повторю, что сама по себе тема, конечно, она очень сложна, действительно, я понимаю, я, как бы, можно было, наверное, реагировать по-другому, но, действительно, когда мы общаемся с другими экспертами, она говорит, ну, поймите правильно, ведь граница не лимитирована, да, вот, она не демаркирована, мы не можем понять, где она должна точно прилегать, и обе стороны трактуют ее в свою пользу в данном моменте, да, и действительно, очень большая трагедия, что гибнут люди, получают там ранения, и так далее, и так далее. И, конечно, это сложный процесс, каждая страна ждет от России, может быть, чего-то большего, на что она готова, вот, то есть, Россия может и предложила организовать максимальную помощь и содействие в проведении его работы по делимитации и демаркации границ. Я думаю, это не очень мало. Хотя я допускаю, что участие населения, могут быть определенные ожидания к более активному участию, но, в общем-то, для этого мы, эксперты, здесь и находимся. Для того, чтобы я постоянно, вот, могу сказать, общаюсь с армянскими экспертами, буду выступать по итогам своего посещения в Армении в российские СМИ, общаться с российскими политиками, вносить озабоченности армянских политиков и армянских экспертов о ситуации в российско-армянских отношениях. Ну вот, уже два года прошло после подписания соглашения от 9 ноября о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, но все равно процессы, мы видим, тут постоянно развиваются. Вообще, вот, внутри региона как-то изменился расклад сил, как-то вот, или каких-то претензий, потому что мы видим, что Азербайджан продолжает какие-то требования выдвигать по поводу коридора, который они так мечтают. Вы имеете в виду Загизузский коридор, они называют. Загизузский коридор, и, не знаю, там вот, у них и с Ираном на этой почве как-то вот напряжение, напряженные отношения. То есть, вот, как-то какие-то процессы... Ну, конечно, напряженность в регионе есть, ее не надо отрицать. Спустя два года. Ее необходимо прорабатывать и с этими забоченностями работать. Я следил за позицией Ирана. Иран свою забоченность тоже довел до Азербайджана. На основании тех оценок, какие я имею в средствах массовой информации, мы, наверное, будем в ближайшем будущем общаться, в том числе, с экспертами из Ирана на различных мероприятиях. Но я могу сказать, что Иран дает свои забоченности в отношении армяно-иранской границы. И, насколько я понимаю, позиция армянских, позиция иранских политиков встретила в Азербайджане понимание, что должна существовать армяно-иранская граница в любом случае. Она должна быть сечна. Ну, я сколько понимаю, там, ну, Иран показывает политическими шагами. Он открыл консерство в Капани на Сюнинской области, который, в общем-то, вот смотрит за состоянием дела на армяно-иранской границе. Да, кстати, я могу сказать, что это очень важный вопрос для функционирования Евразийского экономического союза. Вы знаете, что на сегодняшний момент уже официально вот и события трехлетней давности предварительного соглашения не имплементированы. И Евразийский экономический союз подписал соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Это единственное приграничное государство, которое 80 миллионным населением. И, кстати, если мы возьмем общие экономики, да, с Евразийским экономическим союзом, это вторая экономика в рамках, ну, скажем, ореолы его влияния работы после Российской Федерации. Вот Россия заинтересована в определенных, после определенных рестрикций, санкций в отношении ее производителей. Наиболее пострадавшие отрасли это авиапромышленность, автомобильная промышленность. И у Ирана есть определенные компетенции в этом производстве комплектующих. И у Армении есть шансы стать транзитером вот этих товарных потоков. Мы, а их больше не будет идти с Запада, они будут идти к нам из Ирана. Я понимаю, что там примерно обсуждался вопрос о сменьшении по прошлому соглашению около тысячи различных товарных позиций. Да, я не владею сейчас точной информацией, какое количество, скорее всего, непременно и остались. Но это, кстати, сулит экономические выгоды и для армянского бизнеса, который становится транзитером вот на почве вот этих вот товарных потоков. И в этом плане интересна также позиция Турции. Она как-то изменилась спустя два года после подписания? Нет, ну тут Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Она очевидно стоит на его стороне. Тут ничего, собственно, не изменилось. Если вы видите, то она и стояла, и стоит на его стороне. Вот, то есть она занимает четкую позицию, да. Вот в этом смысле ничего тут не поменялось. Ну, естественно, что я не думаю, что она будет без оглядки принимать какие-то такие лихие шаги там политического толка. Но да, они декларируют свою поддержку. Но пока приговорный процесс, он очень хрупкий. И здесь, вы знаете, какими-то высказываниями, там очень много вот сейчас идет встреч, соглашений, согласований. И здесь, конечно, понятно боязнь многих политиков, вот так сказать, излишне вот и комментировать эти шаги, потому что припятено масса экономических и политических интересов. Давайте не забывать, что в Турции в следующем году тоже будут выборы. И, насколько я понимаю, Раджеп Тейпербаган собирается в них активно участвовать и даже собирается, более того, победить. Вот, то есть все эти шаги еще надо преломлять через его активность, через электоральное поле. Вот, поэтому понятно, чем он громче говорит вот в каких-то вещах, тем, в каком-то смысле еще и работа на его ядерный электорат. И не только ядерный, потому что, в общем-то, и внутриэкономическая ситуация в Турции, внутриполитическая деликация от идеала. Вы знаете, какая-то была инфляция еще недавно, да, и так далее, и так далее. Поэтому надо подкреплять какие-то иные вещи своими, ну, иными шагами, да, когда не очень хорошо все в внутренней экономике, чисто электорально. Ну, это надо признать, что это электоральная все-таки политическая система. Вот, то есть, и ему необходимо проявлять активность, времени не очень много осталось. Сколько я понимаю, буквально полгода. Вот речь Алиева в преддверии победы, то есть день победы 9 ноября, когда он выступил в Шуши. Некоторые эксперты считают, что она идет в разрез с сочинскими договоренностями, что там есть угроза применения силы, угроза войны. То есть, как вы считаете, там, сочинские переговоры и его речь после этого? Ну, пока мы, в общем-то, их видим, я бы не вспомнил бы к тому вот такого. Я понимаю, что, может быть, истрактовать ее можно по-разному. Потому что он опять поднял вопрос Зангизурского коридора, Турция поддержала. Давайте мы начнем с того, что пока в данном моменте есть некий, мы как с вами, в общем-то, ведем такой экспертный разговор, есть определенные заявления, была недавна встреча в Сочи. Да, ожидаются еще предстоящие какие-то встречи. Есть подписанные обеими сторонами декларации, в том числе и господином Алиевым. Там все декларируем, на что он подписался. Я бы все-таки не склонен. Ну, давайте отвечать, может быть, некую политическую риторику, политический пиар, заявления, программы, ну, такие. Вот каких-то конкретных договоренностей, за какими политические лидеры подписываются, в том числе, да, со стороны Армении Пашинян, со стороны Азербайджана Алиев, да, при посредничестве российской стороны. Они были подписаны, оно было согласовано, кстати, не очень легко, по признанию президента Российской Федерации Путина. Но он под ними подписался, и в данный момент, ну, нет оснований говорить о том, что вот он их будет нарушать, да. Во всяком случае, он явно декларировал, это заявление было согласовано. Ну, поэтому я понимаю, что это очень, все-таки, на мой взгляд, да, хрупкий мир, да, лучше там, да, добрые ссоры все-таки. Вот, поэтому эту тему, ее надо, конечно, надо с осторожностью воспринимать. Я понимаю, что все стороны в этом конфликте, они очень сильно, так скажем, подбирая слова, чувствительны, да, ну, вот, каким-то заявлением и пытаются их в чем-то усилить, гиперболизировать и так далее. Давайте вот смотреть, как политические заявления идут. Пока мы видели недавнюю сочинскую встречу для трех президентов, мы видели подписанную декларацию и приверженность мирному решению этого вопроса. Вот, в продолжении будут еще другие встречи. Наверное, у меня есть все-таки некая надежда, что удастся как-то сложно, но вести этот процесс в политико-дипломатическом русле. Также многие эксперты отмечают, что то, как ситуация будет развиваться на Южном Кавказе, очень взаимосвязано от ситуации на Украине. То есть расклад очень зависит, одно с другим взаимосвязано. На ваш взгляд, вот эти действия на Украине, вот насколько, какая перспектива вообще дальнейшего развития, насколько далеки от завершения этой вот специальной операции? И куда сейчас это все движется? Ну, я не думаю, что между ними есть вот такая, какая-то прямая корреляция, вот, честно скажу, потому что все-таки, ну, природа этих конфликтов немножко другая. Ну, что могу сказать? Мне сложно, сколько будет длиться данный конфликт. Скажем, его есть некие политические цели. В России появилось четыре новых субъекта. Они введены в Конституцию. Это территория Российской Федерации, которую Российская Федерация по закону обязана защищать и оборонять. Вот вам ответ. Вот столько она и будет длиться. Пока в тольной форме, да, эти четыре региона, ну, не будут полностью интегрированы в российское политическое, экономическое пространство, освобождены в тех границах, какие заявлены в данной ситуации в законопроектах. Ну, в общем-то, вот она и есть, эта цель спецоперации. Если мы, наверное, как я ее понимаю, потому что она развивалась по-разному, в данном моменте вот четыре новых региона, ну, это, конечно, одна из целей основных, вот ответ, вот четыре региона, есть они уже в Конституции, понимаете? Все, они уже введены. Вот, они не по полным контролям Российской Федерации на сегодняшний момент. Ну, наверное, вот давайте смотреть примерное продолжение вот всей этой спецоперации, то, чтобы эти регионы, ну, попали в данную ситуацию в полностью наше российское политическое, экономическое пространство, назовем так. Касается Нагорно-Карабахского, этот конфликт, он тянется достаточно давно, с момента, еще до момента, извините, да, еще до распада Советского Союза же он начался. Да, там была отдельная, да, автономная область, если не изменяет мне память, Нагорно-Карабахское в составе Азербайджана с преимуществом населения, армянского населения, хотя азербайджанцы там тоже были. Природа этого конфликта долгая, во многом она спровоцировала на, естественно, распадом Советского Союза, давайте, основное, что стало главным, так сказать, драйвером этого конфликта все-таки. В недрах Советского Союза решать такие проблемы было проще, наверное, вот, свое вот такое. И, понятное дело, что, наверное, простого решения он не имеет, но сейчас есть какие-то формулы, есть определенные, так сказать, там, озвученные в все экспертных кругах различные варианты решения этого конфликта, его, так сказать, там, перевод его, назовем, мирное русло, они существуют. Я бы не связывал впрямую, есть некая связь, наверное, да, но нас связано в основном, наверное, с контекстом того, что некоторые коллеги зарубежные считают, что внимание России как посредника в этом конфликте больше сейчас на сегодняшний момент приковано к Украине. Вот, наверное, вот в этом смысле, что и России, может быть, не досуг заниматься вот этим Нагорно-Карабахским конфликтом в связи с тем, что все ее политические и экономические ресурсы направлены на Украину. Но это не совсем так, да. Понятно, если мы с вами возьмем общее информационное поле, да, создается во многом, да, действительно, доминирует Украина, но она объективна, да, на сегодняшний момент, и, понятное дело, но тема Южного Кавказа и Нагорно-Карабахского конфликта, она тоже не уходит из повестки. И не уходит, в том числе, из внимания, честно скажу, потому что многие российские экспертные институты и политики занимаются в том числе вот этой посреднической роли. И вот сейчас говорят об изменении миропорядка, о том, что мир из однополярного становится многополярным, и при этом сверхдержавы вот видят как-то по-своему мироустройство, какую-то свою повестку предлагают. Ну, американцам, конечно, выгодно, чтобы оставался однополярный мир, и они вот это пытаются своим внедрением демократической своей модели, это как-то вот достигать этого. Турция, как, ну, не сверхдержава, а региональная держава, тоже видит вот в этих изменениях свою роль как восстановление вот какой-то империи, пан-тюркизма установления. Как видит Россия свою роль, к чему она стремится вот в новом вот этом многополярном мире? Ну, давайте начнем с того, что Россия является самым большим государством по площади, да? Понятное дело, что она объективно вынуждена играть. Главальную роль, да, если, может, не сильно этого и хотела. Какой-то вы одного из игроков в силу своего наличия площади, когда даже как минимум, вот она обречена на определенном быть участником международных процессов в силу вот своего расположения ключевого на евразийском континенте, вот в силу того, что происходят определенные изменения, связанные с природными факторами, это климатические, прежде всего, да, и там, в общем-то, очень важный, который немножко сейчас опять же ушел в сторону от такой, знаете, новостной дискуссии, это ситуация, связанная с глобальным потеплением и в том числе таянием ледников в Арктике, вот, то есть, хотя это тоже немаловажный, да, процесс и так далее. Ну, Америку, в конякте, честно говоря, не мудрено, потому что основной товар, который производит Америка, это доллар. И доминирование автоматически, поймите правильно, что уход с системы однополярного доминирования автоматически ставит, ну, крест, скажем так, вот на этом товаре, который Америка производит. С азартом, да, и некоторые товарищи, и некоторые страны с азартом эти доллары берут, или брали раньше, да, и если этот однополярный мир нарушить, то, собственно, рушится вся экономическая модель существования Америки, в этом, кстати, корень проблемы и есть. Они очень сильно в свое время, кстати, боялись доминирования евро, в том числе, потому что резервная валюта имела все шансы перестать быть во многом долларовой. Де-факто, кстати, так случилось, там, евро, да. На сегодняшний момент, честно скажу, наверное, Европа ушла с экономического вот такого авангарда, как угодно, да, назвать, в силу вот того, что она принимала такое количество санкций, которые бьют по ее экономике. И, в общем-то, понятно дело, совершенно непривлекательное вложение в европейскую экономическую систему, да, я могу сказать, что там, ну, это признание европейских политиков, да, на чем, господин Борелев выступал, он сказал, на чем, в общем-то, основано богополучие Европы. Это на российских энергоносителях, от которых Европа в той или иной форме отказывается. Я напоминаю, с 1 декабря, что поет нефтяной эмбарго, остается трубопроводный газ в некоторых объемах, и дешевые китайские товары. Вот два кита, на которых держался европейский экономический проект. Вот, на сегодняшний момент там колоссальная инфляция, ну, и тому подобное, неизвестные экономические перспективы, кстати. Поэтому надо отдать должность, что в этом смысле Америке удалось сделать зону евро, ну, мягко говоря, не особо привлекательной для инвестиций, для всего-всего остального. Вызывает опасения второй игрок у Америки, и вы это всегда знаете, который называется Китай. Да, Китай, кстати, резервы Российской Федерации, в том числе в юанях размещаются. Надо дать должность, что Китай основной кредитор Америки. Там, по-моему, 4-5 триллиона долларов находится. Понятное дело, что Китай пока не склонен обваливать эту валюту, да, потому что когда эти триллионы долларов пристроят, тогда уж этот доллар обломит окончательно. Это вызывает у Америки напряжение, это мы с вами видим в Американно-Китайском противостоянии. Оно порождено объективно, ну, поймите правильно, когда вы производите один товар, основной, конечно, я никаким образом не хочу неграждировать американскую экономику, да, там большая доля услуг, но не товаров, да, и основной это эмитент, это доллары, да, и убирая вот это, что они печатают на эти доллары, кто-то дает свои товарные позиции, да, товары. Раньше это был Китай, сейчас некоторые другие страны мира, поэтому она объективна, ну, это не является большим секретом. Но, к сожалению, для Америки, может быть, этот мир, да, он не может дольше держаться, вот, да, и сдерживаться только одним фактором, одного глобального полицейского. Вот, он действительно становится, так сказать, несколько другим, прямо сейчас, в данный конкретный момент. И какой он будет, ну, мы будем с вами обсуждать, и встречаться, какой он складывается, ну, однозначно, не тот, который был, я могу сказать, что 100%, вот, поэтому он будет точно другим. Вот, какой он будет, я думаю, что мы с вами еще пообщаемся. Ну, вот, интересно, вот, Россия как видит свою роль в этом новом мире? Россия видит свою роль как одного из игроков этого многополятного мира в защите национальных интересов, в защите интересов своих союзников. Вот, то есть, ну, честно говоря, наверное, не в той роли, что, так сказать, да, там, подчинение своей воле других государств нет, конечно, но нахождение определенного компромисса мировоззренческого, экономического с крупнейшими державами мира, какие, да, экономическими. Я, под коими я имею в виду, это, конечно, Китай и Индия. Две крупнейшие страны на евразийском континенте. Вот, ну, насколько я понимаю, в Индии примерно полтора миллиарда населения. Это молодые люди, да. Надо дать должное, что просто Китай политика один ребенок, одна семья, одна семья, один ребенок, начинает сказывать, и, скорее всего, темпы роста населения там будут падать. И уже будут не миллиарды, а некоторые эксперты, я читал, ожидают населения примерно 700-800 миллионов человек. Да, там возникает большая социальная нагрузка, и товары Китая не могут быть... Почему господин Боррель про это говорил в Евросоюзе? Потому что китайские товары уже объективно не могут быть дешевыми. Да, они не могут, потому что большая доля социальных расходов. Вот, мы это видели на основании вот той некой там решений китайской коммунистической партии на недавнем съезде. И большая раздущая экономика Индии. Вот на это надо обратить внимание, потому что вот нахождение компромисс, ну, взаимного, да, вот такого сотрудничества, взаимовыгодного с Индией и Китаем, это, конечно, залог вот мира на континенте и так далее. В чем плюсы ни Китай, ни Индия не присоединились, несмотря на все попытки к санкциям против России, ну, в данной ситуации, это сложности есть, связанные с валютами, да, то есть рубри, юани и руби. Вот, идет активная работа по переводу взаимного экономического сотрудничества в национальные валюты между этими экономиками. Если это полностью удастся сделать, мы будем увидеть увеличение темпов сотрудничества между Индией, Китаем и Российской Федерацией. Есть сложности, да, объективно, которые вот из-за валютных ограничений банковских, Россию частично в значительном количестве банков отключили системы SWIFT, да, и так далее, но идет активная работа вот по переходу в национальные валюты, про это, кстати, не один раз уже говорится. Это выгодно, потому что, смотрите, да, при торговле, если я, например, с Арменией, да, сначала, если я должен был бы купить, покупают доллар, потом на доллары покупают драмы, драмы покупают снова доллары, на доллары рубли. Вот такая схема, она, конечно, производит каждый раз к удорожанию и потере части стоимости. Поэтому, конечно, выгоднее перейти к взаимным валютам, вот, к взаимной торговле. Я думаю, что и к этому, я, насколько понимаю, идут постоянные, поэтому идет согласование. Есть большая непубличная работа, которую вот я смотрю по средствам массовой информации, но она продолжается. Андрей Геннадьевич, большое вам спасибо за интересное интервью. Вам большое спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова